Всем добрый вечер. Африканская пещера Китум, расположенная в недрах давно потухшего вулкана горы Элган на границе Кении и Уганды, давно является предметом споров и изучений. Наверняка вы помните правила водяного перемирия из книги Киплинга про Маугли. После засухи, когда русло реки наполнялось водой, хищники и травоядные сходились к водопою, пили воду и спокойно расходились в освояси. Нечто подобное происходит и в пещере Китум. В определенное время года животные массово углубляются в недра пещеры, не обращая внимания на потенциальную добычу. Ученым удалось выяснить, что на стенах этой пещеры расположен соляной налет, который содержит необходимые для жизни минералы, вымытые из скудной пустынной почвы. Они и являются причиной этого звериного паломничества. Но выходят из пещеры далеко не все. Слоны и буйволы без труда возвращаются обратно. Единственным возможным препятствием для них является узкий лаз, который они без проблем преодолевают. А вот антилоп и более мелких животных в пещере с единственным выходом буквально поглощает. Люди, которые проникали в эту пещеру, свидетельствуют, что она абсолютно пуста, и следов костей там нет. Впрочем, сами эти смельчаки, в разное время побывавшие в Китуме, вскоре погибли в страшных мучениях от редкого заболевания, известного как Марбургский вирус. Дальнейшие тщательные исследования пещеры не выявили никаких следов вируса убийцы. Но среди специалистов существует подозрение, что и спид пришел в мир именно из этих мест. Есть также предположение, что подобные пещеры могут быть своего рода складами спящих вирусов, которые активизируются с появлением живых существ. Еще одна гипотеза исчезновения живых существ в пещере Китум – это наличие там особого энергетического поля, которое буквально бесследно испепеляет организм. Это может быть действие электромагнитных волн соответствующей частоты, доходящее до взрывного эффекта. Эта версия находится под сомнением, так как никто не может дать ответ на вопрос, почему эти силы действуют, лишь на определенные виды животных. Слоны и буйволы остаются невредимы, а остальных ждет верная смерть, за которой звери покорно бредут в пещеру вот уже много тысяч лет подряд. Ученые могли бы дать ответ, если бы знали, что искать. Но пока остаются лишь только части этой головоломки – пещера Китум, исчезнувшие животные и невредимые слоны. Понять действительную картину происходящего пока не представляется возможным.